Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Век, Александр Шунин. Всем здравствуйте. И, конечно же, наверное, одна из сложностей вот этого нашего коронавирусного времени. Все время те локдауны, все время что-то запрещается, открывается. Запрещается, открывается. Может быть, публика дезориентирована. Можно или нельзя? Где что открыто? Куда сходить, что посмотреть? Поскольку особенно, конечно, обидно, наверное, художественным музеям, которые готовят достаточно долгое время, подготавливают выставки для того, чтобы познакомить посетителей музеев с шедеврами искусств. Часто приходится договариваться, вести, собирать буквально по крупицам какие-то выставки. Тем не менее, сейчас закончился очередной локдаун. Мы с огромным удовольствием представляем нашего следующего гостя, руководителя пресс-центра Национального художественного музея, Наталью Суиншалиеву. Наталья, в нашем эфире. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Доброе утро. Чем порадуете? Что сейчас происходит? Какие можно посмотреть новые экспозиции, выставки? Да, после очередного локдауна, как раз неделю назад, 16 ноября, все двери структурных подразделений Латвийского национального художественного музея вновь распахнулись в свои двери для посетителей. И мы рады, наконец-то, показать новые выставки. И с удовольствием сообщить, что мы провели те выставки, которые можно было увидеть уже до объявления чрезвычайного положения. Поэтому начнем по порядку. Главное здание Латвийского национального художественного музея. Приглашаю буквально последние пять дней посмотреть чудесную персональную выставку художницы латышского происхождения, проживающей в данный момент в Париже, Барбары Гайлы, которая называется «Цвета», в которых она изумительно точно и с огромной любовью к цвету, как явлению изучает структуру и содержание всех цветов, которые мы только можем себе представить. Она это делает настолько изысканно, что пропустить эту выставку было бы просто непростительно. В свою очередь, до 30 января мы нашли возможность продлить персональную, такую пахальную, я бы сказала, выставку, посвященную многогранному творчеству выдающейся мастера латышской живописи Яниса Паулюка, которая называется «Кентавр», и на которой мы можем увидеть четыре крупноформатных полотна, которые вместе не были никогда представлены. И два из них будут представлены вообще публике впервые. Поэтому, конечно же, это те выставки, которые нужно увидеть все непременно. И, конечно же, может быть, главная выставка этого года в нашем центральном здании – это выставка, посвященная столетию рижской группы художников. Выставка продлится до 2 января, и это хрестоматийный материал, который, конечно же, заинтересует и как и школьников, так и людей старшего возраста, и, конечно же, для всех, кто любит и ценит классику латышской живописи от авангарда до… Это в основном модернизм, конечно же, потому что здесь представлены такие классики, как Карл Спадок, Николас Трунка, Александр Бельцов, Роман Сута – все-все-все авторы, которые как раз составляют золотой фонд латвийского модернизма, представлены здесь. Что касается художественного музея «Ирическая биржа», то как раз на прошлой неделе мы закрыли выставку, которая к нам приезжала из галереи Уфица во Флоренции, и сейчас мы готовимся к новой выставке, которую мы откроем, правда, только в начале января. Это будет большая экспозиция, посвящённая огромному творческому наследию, оставленному нам выдающимся рижанинам Георгом Вильгельмом Тимом. Это тоже классика латвийской живописи, потому что знакомить с традицией русского академизма, перенесённую на латвийскую почву и в графике, и в живописи – это будет совершенно что-то удивительное. Поэтому всем любителям по-настоящему прекрасного исполнения в искусстве, пожалуйста, приходите к нам уже в начале января в биржу. А на прошлой неделе мы в бирже открыли тоже, хоть и небольшую, но очень важную для нас выставку, которая посвящена столетию латвийской и японской дружбы. И представили мы на этой выставке два дара, которые получил музей как в самом начале XX века, так и буквально месяц назад госпожа супруга посла Японии в Латвии перед окончанием его полномочия в Латвии преподнесла в дар нам уникальное совершенно кимоно. Это семейное кимоно, оно носилось только в семье посла. И со всем комплектом, в который включает в себя и пояс обе, и сандалии дзори, а также сумочку, и также еще двух куколок кокеши, которые тоже являются особым символом для Японии. Поэтому это будет прекрасным дополнением к постоянной экспозиции, которую можно также здесь же посмотреть. И надо сказать, что все музеи подготовили еще и небольшие сюрпризы к завершению этого достаточно неспокойного и сложного года. Мы готовим небольшие, но очень существенное обновление всех постоянных экспозиций во всех наших зданиях. Поэтому таким образом мы хотим показать, что ведется активно и научная, и просветительская деятельность в наших музеях. И мы хотим с новых ракурсов показать те аспекты, которые, может быть, были еще не совсем достаточно освещены в нашей деятельности. Что же касается музея декоративного искусства и дизайна, то здесь продолжается до 12 декабря персональная выставка классика австрийского авангарда, который умеет до сих пор шокировать публику. Это персональная выставка Германа Нича, театр «Орги и мистерии». Конечно же, выставка не для слабонервных, но для того, чтобы понять, как развивалось искусство авангарда и почему именно в таком русле стало происходить развитие, например, современного театра. Мне кажется, что эта выставка, конечно, интересна к просмотру, но, как я уже упомянула, с небольшими возрастными ограничениями для детей это, конечно же, экспозиция не подходит. Но для взрослых в какой-то мере это было бы интересно. В свою очередь, музей романа Сута и Бельцовой представляет выставку, которая у нас длится фактически целый год и будет продлена до 27 февраля. Это Орликино-Пьеро «Вечный праздник. Дух межвоенного времени», который воссоздает атмосферу 20-30-х годов прошлого века, атмосферу праздника и желание забыть о тех тяготах жизни, которые, может быть, нас окружают, и окунуться в атмосферу карнавалов, классических итальянских, дель-артических образов Колумбина, Пьеро, которые представлены в разных образах произведениях латышских авторов. Хорошая новость ещё заключается в том, что на этой неделе с 27 ноября у нашего музейного хранилища в Пардаугове мы открываем новую, хоть и небольшую, постоянную экспозицию скульптуры, которая называется «Мифы-поэтические образы». На лужайке справа перед главным входом в здание модернистическое такое и минималистичное музейного хранилища мы представили такую эссенцию из коллекции современной скульптуры, но относительно современной, которая отображает развитие латышской скульптуры начиная с 60-х до 80-х годов. Это семь скульптур, выполненных в граните, излюбленном материале, который мы видим и на латвийских полях, и на побережьях, материал, к которому латыши питают особую трепетную любовь. И здесь мы рассказали о том, как можно выразить чувства к материалу, умения авторов выделить и подчеркнуть особенности каждого конкретного гранита, потому что бывают и красный гранит, серый, белый даже бывает, такой с большими вкраплениями блёсток таких кристаллов, до чёрного тоже с блеском. Как вы знаете, гранит — это чрезвычайно твёрдый материал, и ошибки он не прощает, поэтому это особое мастерство автора работы в граните. И что интересно, что в этой экспозиции мы представили произведение не только мужчин, которые, конечно же, уже сами по себе от природы наделены особой силой, но также и работы женщин-скульпторов, что особенно прекрасно. И здесь мы рассказываем о том, что можно рассказать в камне. Это как бы такой песнь и рассказ в камне, которая говорит и о мифологии латышского народа, и воспоминания о литературных каких-то произведениях, и литераторах. Здесь и наблюдение за природой, и призыв сохранять человеческие ценности. Это умение видеть прекрасное в самых, может быть, необычных или даже совершенно простых элементарных вещах. Это разговоры о наследии предков и умение сохранять какие-то базовые чувства и базовое понимание того, что нас окружает. Это сохранение памяти о наших предков. И, в общем, мифологические образы, объединённые вместе с такими поэтическими интонациями, создают такую, как я уже упомянула, небольшую, но очень, можно сказать, милую, очаровательную, хотя, может быть, к произведению искусства это не совсем уместная характеристика, но, тем не менее, уже сейчас зрители, которые проходят мимо нашего здания, обращают на это внимание. К тому же, как Александр уже в прошлый раз упоминал, что музейное хранилище стало уже притяжением нашей молодёжи, то здесь, мы уже видим, уже проходят фотосессии, и люди с удовольствием используют эти образы для обновления своих аккаунтов в Инстаграме и Твиттере. Поэтому я думаю, что это станет интересным таким дополнением и освежит фасад этого такого урбанистического пейзажа нашего здания. Поэтому мы, как я уже сказала, готовим и не только новые постоянные экспозиции, но и обновляем уже существующие, но и, конечно же, работаем над нашими будущими проектами, как точно заметил Олег. Это в бирже, например, в январе мы откроем, я уже упомянула, выставку Вильгельма Тима. В декабре в нашем главном здании мы откроем небольшую выставку тоже памяти Мары Кажева цене. Так что нам есть чем удивить и чем порадовать наших зрителей. Ждём всех без ограничений, с относительными ограничениями всё-таки, конечно же, потому что, к сожалению, сейчас мы работаем только в зелёном режиме, только с наличием сертификата, подтверждающего или перенесённую болезнь, или факт вакцинации, при предъявлении удостоверения личности, плюс, конечно же, соблюдение дистанции в 2 метра, маска. Но группу мы пока не принимаем. Исключение составляют семьи с детьми, для которых мы устроили такую возможность в определённые часы, в определённые дни, на выходных посещать в безопасном режиме три наших здания. Это биржа, центральное здание и декоративный музей. Вся эта информация представлена на домашней странице Латвийского национального художественного музея, поэтому, если есть интерес, пожалуйста, ознакомьтесь с ней. Время работы не изменилось? Всё по-прежнему? Да, музеи работают в прежнем режиме. с сохранением всех часов работы, которые были до сих пор. Поэтому все милости просим, будем очень рады вас видеть. Перефразируя частушку, мимо здания музея я без фото не хожу. Было бы очень хорошо, чтобы действительно так и было, потому что времена, годы меняются, а музей остаётся. Но и содержание музея меняется. Поэтому мы готовим и новые образовательные программы. И, кстати, около той небольшой постоянной экспозиции, которую мы открыли, или скоро откроем, у нашего музейного хранилища, мы готовим и образовательную программу. Мы будем им делать экскурсии. И как раз для школьников было бы очень полезно ознакомиться с наследием латышского искусства. И поскольку это выставка под открытым небом, там фактически нет никаких ограничений. А то есть там группы можно принимать, да? Просто вы только что упомянули, что группы пока что никак. Да, это внутри музея, а перед музеем ограничений нет. Ну, здание запасника действительно, оно восхищает своей архитектурой. И надо обязательно съездить. Тем более, что вот эти, как вы сказали, милые, очаровательные, но монументальные гранитные скульптурки, сейчас припорошенные ещё первым снегом. Наверняка это бешено красиво. Прямо сейчас вот брошу эфир и поеду в Пардаугово к запаснику. Сколько времени занимает подготовка выставки? Вы говорили, что вот сейчас одну выставку вы начинаете готовить, она только в январе появляется. Ну, для, может быть, простого человека, что входит вот в эту подготовку? Вроде развесили картины по стенкам, и всё, готово, запускай людей. Да, если бы всё было так легко. На самом деле здесь проходит огромная научная работа, потому что, может быть, кажется, что все материалы в музее уже систематизированы, и все, допустим, творческие биографии художников и просто биографии изучены, далеко нет. Приходится и выезжать за границу, например, чтобы какие-то факты уточнить, потому что если художник, допустим, путешествовал долгое время по Италии или, например, с заездами в Германию, а там у него какой-то, например, случился роман, и это оставило достаточно заметное место в его творческой биографии, а теперь, например, об этом факте никакой информации нет, потому что, сами понимаете, какую-то информацию мы не все фиксируем, и то же самое делают художники, конечно же. Поэтому здесь во многом искусствоведы выступают как детективы, которые идут по следу художника, только здесь уже с небольшими ограничениями, что это приходится делать как ретро-детектив, потому что приходится воссоздавать по годам события «Железнь автора», узнавать, с кем он встречался, с кем он знакомился, какие выставки видел, например, что на него повлияло, какие у него были интересы, и это огромная работа в архивах, это поиски каких-то редких произведений по запасникам других музеев, не только на территории Латвии, но и за рубежом, поэтому когда подготовлена достаточно большая научная база, формируется концепция выставки, которая акцентирует именно те аспекты деятельности автора, художника, которого мы хотим выделить, или, например, объединить, вот в главном здании у нас сейчас проходит выставка, посвященная столетию латышской группы художников, рижской группы художников, которая говорит не только о том, как это объединение создавалось, кто входил в состав этой группы, как они развивали свою идею вот этой объединения вместе и каждый по отдельности, потом, как их пути разошлись и чем всё в конечном итоге закончилось. То есть это достаточно крупный проект, который включает в себя не только экспозицию, но и каталог выставки в основном, что как раз и по закрытии выставки остаётся как материальное подтверждение всей проведённой работы. Идёт, конечно же, фотофиксация на будущее, чтобы будущие искусствоведы уже работали с имеющимися материалами. Ну, конечно же, факт какого-то творческого начала у молодых исследований. Вот какие-то открытия были у вас за последнее время? Что-то такое удавалось открыть? Может быть, какие-то действительно неизвестные новые факты, какие-то картины, которые считались утерянными, а вдруг где-то найти? Что-то такое вот? Да, каждая выставка сопровождается какими-то открытиями очень интересными. Но я, например, запомнила из последних наших проектов, такие вот яркие, к чему я имела более близкое отношение, это большая работа, проведённая Натальей Евсеевой, руководителем музея Романа Сутой и Александра Бельцовой, когда она готовила большие выставки, посвящённые как раз вот этим мастерам латышского авангарда. Она провела огромную работу, ездила, например, готовя выставку Романа Сутой в Грузию, чтобы узнать о последних годах жизни этого легендарного, ещё овейного при жизни всякими мифами и сказаниями, можно сказать, Романа Суты. Она нашла исторические факты, подтверждающие его расстрел. Она раскопала всю историю его ареста. И это действительно настолько драматично и романтично. И можно сказать, что можно как бы считать, ну кто же не знает, там, допустим, Романа Сута, ему музеи открыты, и в выставках он участвовал, и много рассказов. Но, тем не менее, о причинах, например, вот этого финального аккорда трагического в его судьбе мало кто знал. И Наташе удалось эту информацию буквально по крупицам воссоздать, студируя документы в архиве Грузии, в Тбилиси. Поэтому это действительно огромная работа. И детектив о детективе был бы ещё особенно интересной темой, потому что каждый куратор может рассказать о том, как ему было сложно, и не просто расследовать какое-то историческое или творческое событие в жизни художника. Я думаю, что и Ксения Рудза, и ты, которая в данный момент готовит выставку, посвящённую Вильгельму Тиму, тоже бы интересная история рассказала о том, как ей работает над новой экспозицией. Может быть, мы позовём её обязательно в эфир. Да, это было бы замечательно, потому что осветить деятельность искусствоведа – это редкая возможность. Потому что зрители обычно видят уже готовый факт, как они пришли в театр, и они смотрят спектакль. Но самое интересное, как всегда, это то, что происходит за кулисами. А спасибо за подсказку, Миша Юрьевич. Вот у нас уже один гость наклёвается. Наталья, нам, к сожалению, пора заканчивать. Огромнейшее спасибо за рассказ. Да, большое спасибо. Мы благодарим Наталью Суимшалиеву, руководителя пресс-центра Национального художественного музея. Наталья рассказала о новых выставках во всех филиалах Национального музея. Сейчас небольшая пауза, после которой мы продолжим на самом деле тему искусства. И с нами на связи из Москвы будет Рижанин, Артур Чех, актёр, тиктокер, блогер и популяризатор искусства. Сам он себя называет не искусствоведом.